Встреча, которая пройдет сегодня, наверное, так, как ждала и я, не ждал никто. Потому что это впервые в Риге, впервые в Латвии, в Эстонии и вообще во всей Европе. Когда-то, когда, к сожалению, не было возможности увидеть в первый раз это вживую, я это увидела на видео, но меня это очень сильно потрясло. И, наверное, благодаря тем вещам, которые меня тогда услышала, в моей жизни сейчас совершенно другое, нежели чем было. И я хочу сказать от себя, что человек, который сейчас выйдет на эту сцену, я ему безумно благодарен, я его очень уважаю, почему? Потому что это практика. Ведь, согласитесь, сейчас очень много в интернете, где людей, которые только говорят, но за их словами никогда ничего не стоит. Нет действий. И человек, который выйдет на сцену, это не нейритик, это практика. Это человек, который не только сам добился успеха, а помог в этом огромному количеству людей в разных городах и странах. Да, встречи с этим человеком ждут десятки тысяч людей в разных городах, в разных странах. И вы, я не знаю, что вы такое хорошее сделали в этой жизни, что вы сейчас достойны сидеть здесь и слушать внимательно все то, что будет происходить сегодня здесь. На самом деле уникальная встреча. И, наверное, если бы пришли бы все, кого сюда звали, этого зала бы не хватило. И даже в трех таких залах не хватило бы. Потому что всегда есть какой-то допуск определенной информации. Более того, вы сюда попали не просто так. У вас есть невероятная возможность прикоснуться к тому, что будет проходить здесь, в Латвии. Ведь мероприятие, которое будет проходить сейчас, сегодня, это лишь маленькая часть того, что происходит на самом деле. Такого рода презентации, презентации с участием огромного количества молодежи, с участием огромных людей, проходит в разных городах, в разных странах. Я не убедусь, если в данный момент где-то сейчас в какой-то из стран проходит подобное мероприятие, где тоже собрались люди интересующиеся, которые что-то нечут. Да, я хочу также сказать, что эта встреча проводится в рамках движения «Молодые бизнесмены». У нас буквально завтра начинается, вот видите, видеть Next Europe мероприятие. И это как бы такое привет мероприятие. То есть это такая маленькая щелочка, куда вы можете посмотреть как бы дверь в замочную скважину. Просто посмотреть, что это за мир, что это за движение, чем мы занимаемся, зачем вообще его создали, к чему оно ведет и к чему оно служит. И от себя еще хочу добавить, что то, что сейчас будет говорить человек, который выйдет на эту сцену, я вам очень советую слушать внимательно, еще лучше советую записывать. Итак, встречайте, Александр Подпорин! Спасибо. Добрый вечер! И чувствуется, что добрый, правда не у всех. Очень приятно вас видеть так, неожиданно. Я первый раз в вашем прекрасном городе, в вашей прекрасной стране. Многое, что поразило, думаю, я еще за эти дни еще больше увижу. Поразили люди, уже встречи, общения. Причем очень приятно, что многих из вас, я видел, в разных-разных странах. Вот. И мы будем немножко знакомиться, будем общаться. И в зале вот сидят два типа людей сейчас. Да? Первые, которые вот радостно улыбаются, прыгают и хлопают. Почему-то, да? А вторые, которые на них немножко с удивлением смотрят. Вот что происходит, да? Это вот те, кто, наверное, пришел сюда первый раз, вот кого пригласили. Скажите мне по секрету, они же неправду, вот те, кто хлопают и улыбаются, еще не успели бы пообщаться, они неправду не сказали. А что вам пообещали, что вы сегодня сюда пришли? Что обещали? Встречу с интересным человеком. Отлично. Кому еще что обещали? Беспланная копия! Отлично. Все? Хорошо провести время, да? А все остальные просто по умолчанию ходят везде и их приглашают, да? Что-то вам обещали все-таки, да? Почему? Потому что... Какой сегодня неделю вообще, кто знает? Четверг. Четверг. То есть это рабочий день полноценный, да? И многие прямо с работы оторвали себя от жизни, от семьи и пришли в этот зал. То есть что-то, наверное, сюда привело. Вот что именно? Кроме встречи с интересным человеком, бесплатного кофе. Мечта, цель и успех. Мечта, цель и успех. Цель и успех. Отлично. Вот остальные воздержались. Жажда знаний. Жажда знаний. Мы сегодня познакомимся, пообщаемся, поговорим немножко о поколении Next, поговорим об успехе, о цели. И я думаю, что многие из вас хорошо пройдут время, потому что здесь будут те знания, которые на самом деле сегодня помогли изменить свою жизнь многим-многим миллионам людей. И я думаю, что будет бесплатный кофе у нас в кофе в Баунисе. Если обещали, то будут. У нас обычно обещания приходят в эту жизнь. Меня зовут Александр Подпорин. Я к вам приехал не очень далеко. Прилетел с такой стороны, как Украина. Наверное, это знакомая вам страна. Но при этом я очень много езжу по разным странам. Там проводятся такие встречи, и, как сказал Алексей, да, именно сегодня проводится не одна подобная встреча. Где-то собираются 2-3 человека, да, где-то собираются залы по 200-300 человек, где-то собираются еще больше людей. И, в принципе, это такой очень простой момент. Ни одного человека, да, ни в этом зале, ни в городе, ни на планете, вот абсолютно похожего нет. Согласны? Да, все мы разные. А что может объединить, что может вытащить вот такое количество человек, ну, фактически как-то, вырвать их, да, из обычного беда жизни и привести вот на такие встречи? Вот что? Желание изменит жизнь. Желание изменит жизнь. Спасибо. На самом деле, да. И вот здесь мы будем выходить на очень простые понятия. Когда-то, ну, у меня такой же путь, наверное, как и у всех вас. Я родился у мамы с папой. Вот, ну, понимаешь, что вряд ли там в зале похвастается другой историей. Вот. Потом рост, садик, школа, учебное заведение. И у меня постоянно возникал уже вопрос, где-то после 14 лет возникал такой вопрос. А что отличает успешных людей от всех остальных? Почему не очень большой процент людей живут так, как они действительно хотят, а остальные почему-то не живут так, как они хотят? Мне достаточно рано пришлось работать, где-то порядка с 13-14 лет были первые попытки заработка денег. Не потому, что были какие-то великие цели. Элементально, как бы, семья во время, там, изменений в стране не смогла найти свою нишу в жизни. Поэтому с деньгами было достаточно тяжело. Кроме меня в семье младший брат, младшая сестра. Да, поэтому приходилось самому что-то делать. И пройдя какие-то определенные этапы, я задумывался и искал, какие все-таки главные отличия. Главные отличия. Потому что зачастую все сводится в чему. Когда мы хотим что-то понять, вот было такое, вы пытаетесь найти ответ на вопрос. Где сейчас основная масса ищет ответы на вопросы? В интернете. Если раньше ты, то это в книгах было. Да? И пытаешься, казалось бы, простой вопрос. Но когда пытаешься найти ответ, то теряешься. Это либо много-много домов книг по этому вопросу. А в интернете начинаешь искать, буквально через 5 минут, ссылка, 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 уже забыл, что искал. Но когда-то один из моих наставников, учителей в школе, сказал мне очень простую фразу. Ты тогда владеешь по-настоящему информацией, когда ты можешь ее донести ребенку, чтобы он понял. И вот здесь, в тот момент, я не понимал очень многих вещей. У меня была очень простая задача, как донести самому себе, чтобы я понял. И по пути усложнения не получается. Почему? Потому что просто закапываешься в информации, в мнении, в знаниях. Поэтому я пошел другим путем. Я решил упрощать. Упрощать, если вы задумаетесь, то самые нужные вещи в мире, самые великие вещи в мире, они очень просты. Они до смешного просты. Но требуют одного. Они требуют колоссальной работы. И в первую очередь работы над собой. И вот если взять базовые моменты, когда уже что-то начало складываться в жизни, когда перепробовало, начиная от работы на кого-то, заканчивая работой на себя, но все равно что-то не было, что-то не давало, что-то я не понимал, чего-то не хватало. И тогда вот начались эти исследования, и первое понятие, на которое мы вот вышли, это то, что есть у каждого из вас. Фактически это то, что привезло у каждого из вас сюда в зал. Это понятие уровень жизни. Да? Уровень жизни есть абсолютно у всех. У всех есть уровень жизни. Да? Но у каждого свой. И есть желание уровень жизни как-то... Но именно поэтому мы на самом деле здесь и находимся. А вот что такое этот самый уровень жизни? Вы знаете, в жизни очень сложно получить то, о чем вы не знаете, что это такое. Вот скажите, все хотят быть здоровыми? А кто может объяснить, что такое здоровье? Большинство людей, к сожалению, не могут. Все хотят быть счастливыми. Объяснить, что такое счастье. И не кому-то. Кому-то объяснить легко. Себе объяснить. Чтоб сам помнить. Счастье, здоровье. Все хотят, чтобы в жизни была любовь. А что такое любовь? Вы знаете, если вы немножко расслабитесь и попытаетесь ответить на этот вопрос, скорее всего каждый из вас найдет свой ответ. Но сколько людей в зал, столько будет и мнений. Нет, ну, конечно, люди, которые согласятся с мнениями других, как всегда, да? Будут, которые воздержатся. Но очень сложно в жизни что-то получить, чего вы не знаете, что это такое и что для этого нужно. Почему? Потому что, а вдруг это уже есть в вашей жизни, а вы не знаете, что это такое, поэтому вы не знаете, что это уже есть в вашей жизни. И эти вопросы, они привели к поиску, и вот тот самый уровень жизни, если его попытаться... Вот если я буду на доске рисовать, наверное, не всем будет видно. Мы ее попробуем где-то вот так вот, да? Нет. Нет? Нет? Нет. Я цынала, не видно. Даже хорошо. Вот. Ну, кому-то хорошо, кому-то, как всегда. Вот. Я буду рисовать и буду говорить. Да? Поэтому здесь очень просто. Если взять уровень жизни, я нарисовал три кружочка, и если эти три кружочка пересекаются в центре, да, вот какой-то сектор образуется. В результате пересечения трех кружочков. Да? Видно? Да? То есть он умеет это как-то рисовать. Вот. Вот этот центр, мы его назовем уровень жизни. Я, как-то, говорю, позже, и мы не будем сегодня вот даваться об объяснении этого закона, вы сейчас все поймете. Теоретическую часть не было, мы сразу в практическую перейдем. Вот уровень жизни можно описать с точки зрения очень простых трех вещей нашей жизни. Вот давайте попробуем. Скажите, а что нам с вами нужно для того, чтобы нормально себя в этом мире чувствовать? Здоровье. Здоровье, совершенно верно. Ну здоровье, наверное, как физическое, так еще духовное, душевное, да? Что еще? Деньги, совершенно верно. Деньги. Ну при условии, что человек живет в социуме. Вот смотрите, здоровье, деньги. Что еще? Чего нам вечно в жизни не хватает? Время. Время, совершенно верно. Свободное время. Как это работает? А давайте просто любой из этих кружочков сейчас выбросим. Вот выбросили здоровье. Вот этого сектора вы просто-напросто не будете. И по жизни вы можете смотреть, если у человека нет здоровья, можно говорить о каком-то уровне жизни? Нет. А если у человека нет денег, ну при условии, что он живет в социуме, можно говорить? Тоже нет. Но даже если у человека есть и здоровье, и деньги, но нет свободного времени, он как белка в колесе, не останавливаясь бегать, не может голову поднять, да? Его тоже нельзя назвать полноценным человеком с полноценным уровнем жизни. Поэтому очень важно развиваться во всех трех этих отношениях. И вот о них мы, в принципе, и поговорим. Когда-то давно я начал задуматься, вот практический пункт, да, работа на кого-то, работа на себя, попытки организации собственного бизнеса. И вот на всем этом пути начали вырисовываться какие-то моменты, начали с оценки. Почему? Потому что один из моих, вот это то, что, ну, красный никель пройдет через сегодня всю встречу, это вот сто процентов мой закон успеха, ну, нельзя сказать, что он не принадлежит, и я его выдумал, потому что закон успеха написан много-много тысяч лет назад, и с того времени ничего не изменилось. Это то, что прошло через меня, это то, под чем, наверное, подпишется, ну, сто процентов все успешные люди. Ведь это вот то, что привело меня к успеху. Один простой закон. Если вы это превратите в вопрос, если вы будете себе это как вопрос задавать каждый день, вы будете реально меняться. Вот этот вопрос, он стоит всего того, чего вам не хватает. Он стоит абсолютно на здоровье, он стоит всех денег в этом мире. Он стоит свободного времени, он стоит жизни так, как вы хотите. Хотите, я там закон узнаю. Тут есть желание. Вот. И на самом деле, очень просто. То, что вы делаете, ведет ли вас к тому, чего вы хотите. Вот то, что вы делаете, ведет ли вас это к тому, чего вы хотите. Ведь если ведет, это супер. А если нет? Если вы утром будете просыпаться и задавать себе вопрос, то, что я планирую в течение дня делать, приведет ли меня это к тому, что я хочу? То, что я планирую в течение месяца, в течение года делать, приведет ли меня это к тому, к жизни так, как я хочу? Если вы постоянно будете себе этот вопрос задавать, ваша жизнь будет очень серьезно меняться. Всегда. Когда вы идете на встречу с друзьями, когда вы включаете телевизор, чтобы посмотреть какую-то передачу или какой-то сериал, когда вы заходите в интернет на пять минут, чтобы выйти через четыре часа, вот задавайте себе очень простой вопрос. То, что я делаю, действительно ли меня ведет это к жизни так, как я хочу? Это очень серьезная вещь на самом деле. У меня ребята, мы вместе с ребятами проводили соцзапросы. Выходили на улице и признавали к людям. На самом деле было всего лишь два вопроса, но если не считать, что здравствуйте, готовы ли ответить на несколько вопросов, то вопросов было два. Первый вопрос, чем занимаетесь, работаете или учитесь? И независимо от того, что человек на этот вопрос отвечал, второй вопрос вручал, так, скажите, то, что вы делаете, приведет ли это вас к жизни так, как вы хотите? Вот услышьте меня, пожалуйста, 97% людей. 97% людей. Отвечаю, нет. Почему такой большой процент? Ну, наверное, те, кто могли отведить, да, они по улице там не проходили. Ну, наверное, проезжали. Задумайтесь. Абсолютное большинство людей живет, каждый день что-то делает, куда-то спешит, четко зная, что впереди их не ждет счастье, не ждет жить так, как они хотят. То есть, вот они идут куда-то, а впереди ничего. Даже свет в конце туннеля уже отключили. О каком можно говорить позитиве, да, сейчас модно жить на позитиве. А как можно говорить о позитиве, о любви, счастье, нормальном отношении, да, в жизни? Если ты что-то делаешь, знаешь, то все равно тебе впереди ничего не светит. И вот здесь очень маленький вопрос, который сто процентов уже изменил жизнь колоссального количества людей, может жизнь изменить любого человека. То, что вы делаете, действительно вы, ватас это ведет к тому, чего вы хотите. И вот этот вопрос, он, у меня, мои друзья, дворовые, они считали не совсем нормальным. Почему? Потому что я очень часто бросал то, что я делал. У нас как считается, взялся за дело, нужно довести его до конца. Да? Устроился на завод работать, нужно до конца жизни работать на этом заводе. Ну и все вот эти моменты, да? А я очень часто бросал то, что я начинал. Даже тогда, когда я зарабатывал достаточно серьезные деньги. То есть представьте, что можно подумать для человека, он зарабатывает деньги больше, чем его окружение. Но он все бросает и уходит никуда. Ну, как бы не совсем нормальный. А почему я это делал? Потому что я четко понимал, что у меня то, что я делаю, даже если сейчас, как бы лучше, чем у всех, все равно меня это ведет к тому, как я хочу. В свободе. Уже тогда сформировались базовые моменты. Наверное, многие из вас слышали такую фразу. Но она звучит обычно так, как шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное правда. Я не хочу больше зарабатывать. Я не хочу зарабатывать, я хочу получать. Слышите, наверное. Вот у меня это была мечта. Я мечтал что-то в жизни такое сделать, чтобы не работать, а получать, действительно, чтобы мой социальный уровень был достаточно... Я начал исследовать, где это возможно. Уже когда эти исследования мои так переросли в прикладную смену, и уже что-то начало получаться, оказалось, что я один такой, который это ищет. И есть такой автор, как Роберт Киосаки. Кому знаком? Поднимите руки. Отлично. Очень многие слышали такого авторяя. А кто читал? А кто читал до конца? А кто читал два раза? А кто читал три раза? А кто читал четыре раза? А кто читал пять раз? Вот рук все меньше и меньше, но я знаю, у меня есть одна рука, которая точно будет очень-очень долго. И мы будем читать это бесконечно, причем потому что она до сих пор эту книгу читает. Да, это Марина Федоренко, да, вам еще необыкновенно повезет услышать этого необыкновенного лидера нашего планетарного масштаба, действительно планетарного масштаба. Так вот, оказалось, что Роберт Киосаки очень многие вещи, которые до меня доходили с трудом, и которые мне приходили, а он их все написал, и нам вам очень повезло, у него там написано. Нам не очень повезло, как-то эта книга тогда еще к нам не дошла. Если взять базовую вещь, то вот что тогда появилось? Вот такие, это весы, похоже? Ну, отдаленно, да? Похоже. Весы, и в принципе, это попытка объяснить путь большинства людей. Вот, на дно чашечки весов 30-40 лет, 30-40 лет. Скажите, а что человек делает 30-40 лет после того, как окончивает учебное замедление? Работает. Для чего? Чтобы выйти на пенсию. Чтобы выйти на пенсию. Вот. 30-40 лет человек занимается какой-то деятельностью. Многие из вас окончили когда-то учебное заведение. Кто-то из вас учится. Да? Вот вспомните, когда вы окончили учебное заведение. Что вам говорили? Вспомните. Торжественно, да? Теперь перед вами все дороги открыты. Вы можете в жизнь взять свои руки. Вы можете выбрать любое направление. Но те, кто действительно пытался разобраться, оказалось, что на самом деле дорог-то не очень немного. Если честно, совсем немного. И направление уже давно протоптанное по этим направлениям, по бокам стоят ограждения, шаг влево, шаг вправо. И вот здесь начинается внимание, на какие дороги действительно открыты. Но первое, это то, почему идет абсолютное большинство людей. Вот 75% людей после окончания учебных заведений, то еще и во время даже окончания работы, обучения, занимались очень простой деятельностью. Если ее просто позвать, это наемные рабочие. Те, которые работают по найму. Продавцы в магазинах, рабочие на заводах, бухгалтеры и так далее. Те, кто работает за зарплату. Понятно, что вы готовы? А кто вот работал или работает по найму вообще? Кто-то занимался в жизни когда-то. Вот не стесняйтесь. Должно быть 75%. Вы же считаете. На самом деле практически все проходили этот путь. И скажите, это хорошо или плохо работа по найму? А вот это вопрос, на который сложно ответить. Почему? Потому что вообще, что такое хорошо или плохо? А вы знаете, к чему подходим? Мы подходим опять же, а как мерить? Чем мерить? Вот как измерить? К чему это ведет? Как разобраться? Какие здесь основные моменты? Вот здесь нужно, наверное, вернуться вот к тому самому уровню жизни. Почему? Потому что для чего на самом деле человек работает? Для того, чтобы поддерживать и повышать свой уровень жизни. Да? Вот поэтому здесь очень просто и оценить можно с точки зрения уровня жизни. Здоровье, свободное время и деньги. Я их так нарисую, могу евро нарисовать, могу, там не судьба что-то, деньги. Так привычны просто, наверное, многие. Мне точно привычны. Здоровье, свободное время и деньги. Вот если оценить вот этих людей с точки зрения здоровья, ну, с точки зрения здоровья, как у них со здоровьем? Не очень. Вот на самом деле по-разному, если ты честен, да? Сначала хорошо. По-разному. Но есть общая тенденция. А какая общая тенденция? Сначала хорошо, а чем дальше, тем этого здоровья меньше и меньше. Почему? Потому что они меняют здоровье на деньги. Чтобы поменять обратно, нужно еще больше денег и нужно свободное время. Но здесь хочу сделать очень небольшое отступление по поводу здоровья. Почему? Потому что многие, как бы, недооценивают это. Если вы начнете разбираться с точки зрения ресурсов в любой области деятельности, в любой области деятельности, в бизнесе, в творчестве, в любви, в семье, если вы реально посмотрите, то окажется, что это самый главный ресурс во всем. Потому что если его не будет, все остальное не будет иметь значения. Встречаясь с бизнесменами любого уровня, мы начинаем общаться, я говорю, а какой, по вашему мнению, самый главный ресурс в вашем бизнесе? И достаточно умные, серьезные люди, которые смогли что-то построить, начинают рассказывать, что это деньги, связь, знания. Но в самом деле это все это растепенно. Первостепенно вот здесь здоровье. Потому что если не будет здоровья, не будет ничего. И вот здесь очень интересный момент. Смотрите. Нас с детства, каждого из вас, учили ставить цели. Если не учили, то вы сами какие-то цели ставите. Было такое? И сейчас, наверное, продолжаем это делать. Какие вот первые цели там в жизни были? Кто помнит там? Велосипед. Велосипед будет цель. Цели по учете. Дальше цели по карьере, по семье, по общению, по бизнесу. Очень много целей. Человек это целеустребленная машина. Если у него цели нет, он начинает буксовать, ну даже не буксовать, а перестает двигаться. Если перестает двигаться, то начинает медленно угорать. Ржаветь. Смотрите. Учили ставить цели. И сейчас учат. Но, к сожалению, самые главные цели... Вот кого с детства учили ставить цели по здоровью? Вот кого с детства учили, как, что нужно ставить? Ну, посмотрите. Один человек за. Отлично. Два. Вот. С детства учились ставить цели по здоровью. Что такое цель по здоровью? Услышьте меня. Цель по здоровью это то, каким вы хотите видеть свое здоровье через 10, 20, 30, 40, 50, 100 лет. Какие вы хотите видеть свое здоровье? Исходя из этого, что вы каждый день делаете, чтобы иметь через 10, 20, 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 30, 40, 50, 100 лет. То, что вы хотите. Большинство людей даже не знают, что нужно делать. Даже не закручиваются. Но при этом все равно ставят цели. Квартиры, машины. Вот никакая квартира, никакая машина тебя радовать не будет, если у тебя не будет здоровья. Знаете, что самое страшное? Ваши любимые, близкие люди вас не будут радовать, если у вас не будет здоровья. Еще более страшная вещь, это вы своих любимых, близких людей не будете радовать, если у вас не будет здоровья. Это как вот тот момент, когда все хорошо, семья, все отлично. Заболел жена семьи. Семья любовь. Все отлично общаются. Все хорошо. Ну, болеет, помогает. А если он болеет 3 года? А если 4, а если 5, уже вся семья что, когда уже замучил всех? А это действительно очень серьезно. Я понимаю, что это достаточно жесткие вещи, но именно это происходит, когда человек об этом не задумывается. Потому что реализация многих целей за счет здоровья не приводит к тому, что человек даже удовольствие от этих целей получает. Мой знакомый у него был, если мечта всей его жизни, он фырали себе куклы. Вот у него была мечта простая, но он на ней есть и нормально не может, у него проблемы с позвоночником, а там перегрузочки немножко. Понимаете, о чем он говорит речь? Более того, есть сейчас, ну вот сплошь и рядом происходят такие случаи, когда человек, он работал всю жизнь, строил благосостояние свое и своей семьи. Да? Квартира, машина, дом, вроде все хорошо, но закончился ресурс здоровья. И что произошло? Болеть сегодня очень дорого стоит. Очень много людей уходят от нас не потому, что им помочь не могут, а потому, что элементарно у них денег нет. И уходит квартира, машина, все то, что, да, нажито непосильным трудом, семья угоняется в долги, а человек все равно уходит. Вот это не что иное, как отсутствие целей по здоровью. Вот тот самый вопрос, то, что я делаю, придет ли меня к тому, что я хочу? И в плане здоровья я, на самом деле, очень помню, тут присутствуют специалисты, которые помогли поставить цели по здоровью, в этом зале они присутствуют, они будут выступать, помогли поставить цели по здоровью многим-многим, уже переводом людей. Конкретно, что вам нужно делать для того, чтобы нормально сочувствовать? Если попробовать объяснить проще, вот с примером, как нужно, что такое цели по здоровью. Вот ответьте мне на такой вопрос, когда 95% людей попадают в стоматолога? Ну не совсем, как-то, все, вот только заболел, лучше в стоматолога. Не все, да? А вдруг пройдет? Аналогино, подождать, две ночи не поспать, по потолку походить. Все народные средства перепробовать, включая пополоскать водкой, да? Ну у вас, наверное, не водка, у вас бальзамом положено, да? Так, ну, вот. А потом уже, когда ничего не помогло, из последних сил идем сдаваться. И стоматолог за наши деньги что делает? Причем стоматология достаточно, ну хорошая стоматология, это достаточно дорогое удовольствие, да? Он за наши деньги кровные делает нам больно, неприятно, и при этом еще убивает зубы. То есть не обударили, зуб мертвый. То есть поэтому что получается? Зубов своих нет, денег нет, еще и больно и неприятно. Еще и вопрос, для терапии? Нет, есть люди, которые живут по другому закону, это тоже классный выход из положения. Нет зубов, нет проблем. Смотрите. Есть 5% людей, которые имеют цели по здоровью. Что они делают? Они к стоматологу ходят регулярно. Два-три раза в год. Они приходят к стоматологу не потому, что у них что-то болит, а называется профилактика. Вот услышьте меня, пожалуйста, кариес на ранней стадии убирается, первое, безболезненно, второе, зуб остается живым, и третье, это недорого стоит. Вот те люди, которые занимаются профилактикой, имеют цели по здоровью, в данном случае по зубам, да? Что они получают через 10, 20, 30 лет? Первое, самое главное, они имеют здоровые зубы. Второе, им стоматологи больно не делают, и они их так панически не боятся. Потому что я видел многие лица здесь в зале, когда я сказал слово «стоматолог». А вот сейчас опять. Это уже на подсознании на уровне. И самое главное, они экономят колоссальное количество денег. Вот если вы будете подходить с точки зрения всего организма, да, к своему здоровью, с точки зрения профилактики, с точки зрения целей по здоровью, вы не представляете, какое колоссальное количество денег вы сэкономите, но самое главное, вы действительно будете здоровы, будете иметь вот тот ресурс, будете жить, радоваться. Поэтому я очень рекомендую попасть в те встречи, спросить у тех людей, которые вас сюда пригласили, о такой простой вещи, которые являются способом поставить цели по здоровью. Называется «Общая концепция здоровья». То есть конкретно по пунктам, что делать, чтобы через 10, 20, 30, 40, 50, 100 лет вам не понадобились бы дорогостоящие операции, и вы выглядели молодыми, красивыми, энергичными, радовались сами, радовались своих близких, да, имели вот тот самый главный ресурс в жизни, в бизнесе, такой ресурс, как здоровье. Вот спросите у тех, кто вас сюда пригласил, а те, кто попадут на сервер, мы будем еще об этом говорить. Но вернемся, да, к нашим весам. Со здоровьем мы, в принципе, разобрались, да? То есть оно уходит. Уходит свободное время, тоже очень серьезный ресурс. Скажите, а что такое свободное время? Какое-то такое понятие тоже достаточно туманное. Для чего вам нужно свободное время? Сложный вопрос. Для семьи, отлично. Отдыхать. Общаться. Для того, чтобы заниматься тем, что нравится. Заниматься тем, что нравится, отлично, спасибо. Вы знаете, я тоже пытался вот найти простой ответ, да? То есть мы, я думаю, вы уже заметили, да, что я упрощаюсь. Потому что, ну, я не профессор, мне упрощать надо, чтобы самому понять. Вот. И я однажды для себя нашел понятие, что такое свободное время. Вот для себя. Хочу с вами поделиться, может быть, оно кому-то из вас подойдет. Я услышал такую фразу, которая меня потрясла с точки зрения свободного времени. Жизнь состоит из тех моментов, которые приятно вспомнить. Все остальное жизнью не является. То есть другими словами, если вы будете себе задавать очень простой вопрос. А сколько жизни в вашей жизни? Сколько жизни в вашей жизни? Это как старинный анекдот, сейчас не буду рассказывать, потом как-нибудь напомните, на семинаре расскажу. Да, когда надгром я родился мертвым. Это вот как раз к вопросу, а сколько вы жили в своей жизни? Простой пример. В школу ходили все? Я думаю, что в зале еще есть люди, которые еще ходят, да? Или даже которые еще не совсем ходят. Вот. В смысле в школу. Но это тоже предстоит. А сколько лет учили школу в основном? Вспомните, сколько лет? Двенадцать. Здесь двенадцать. Двенадцать. Кто-то больше учился. Десять лет. Вот скажите, 10-12 лет это серьезный отрезок жизни? Во времени. На самом деле это очень серьезный отрезок жизни, независимо, сколько вам сейчас лет. Вот 10-12 лет вы ходили в школу. А скажите, а что вспоминается за эти 10-12 лет? Что вы чаще всего вспоминаете? Впуск эффектный. Выпускное, которое здесь было, да? Отлично. Дискотеки, прогулы, первая любовь, вторая любовь, третья любовь. Экзамены. Экзамены, потому что тогда было... Потому что потом был выпускной. Потому что потом был выпускной. Вот, то есть, смотрите, вы все нормальные ученики, нормальные люди. То есть понятно, зачем вы в школу ходили? Да? Я вас прекрасно понимаю, я сам в институт ходил на большую перемену. То есть большая перемена была на главное время в институте. Да? То есть о чем тут речь? А потому что это и было свободное время. То время, когда вы реально живете. А сколько свободного времени в жизни вот таких вот людей? В наемных рабочих? Сколько свободного времени? На самом деле его практически нет. То есть график жизни очень простой. Утром раздается звонок. Что это? Будильник. Самый совершенный аппарат на свете. Он совершенно точно знает, когда вы выспались. Да? Вот всегда вы себя чувствуете. Будильник оценил его, раз, и выспались. А на самом деле, когда вставать надо, кто знает? Когда выспался. Совершенно верно. Когда закончили спать. Он будет совершенно точно знать, когда вы закончили спать. Знаете, проводились исследования, когда, проводились исследования, оказывается, что люди, которые встают по будильнику, они успешными, скорее всего, быть не могут. Почему? Потому что день начинается со стресса. Будильник. После будильника мы идем, да, делаем какие-то процедуры, умываемся, что-то в себя запихиваем из еды, потому что надо, да, и основная масса попадает туда. В общественный транспорт, да, где все такие веселые, позитивные после вчера. Желают друг другу доброго утра, да, и едут на работу. А на работе люди сами решают, сколько им зарабатывать, сами решают. Что им делать, сами решают. С каким коллективом работать, сами решают. Начальство тоже с вами выбирает, да? Ну, да, только наоборот. Большинство как бы решает все за вас. И вопрос тут по деньгам, да, у начальства. Что начальство обычно? Почему вы так работаете? Что обычно отвечает? Как вы нам платите, так мы и работаем. А что начальство отвечает? Как вы работаете, так мы вам и платим. За окутный круг, все, выхода из него практически нет. Но если опять же тут же сказать о рабочем времени, да, есть рабочее время, то, которое вы находитесь здесь на работе, а есть время, которое человек работает. У абсолютного большинства этих людей, если взять рабочую неделю и оттуда вытащить время, которое они реально работают, они свою работу реально делали бы за один день. Понимаете, о чем вы говорите? Колоссальнейшее количество времени тратится впустую. На видимость работы, на нахождение на работу. А у нас при этом еще абсолютное большинство людей, когда задаешь вопрос, а что бы ты пожелал? Вот Джин появился из бутылки или волшебница какая-то, фея? Вот если бы ты пожелал, что бы ты пожелал? Вот большинство людей пожелают быть бессмертными. Вот большинство людей пожелают быть бессмертными. Но при этом... А это неправда. Неправда? А это больше простые, молодые, которые не думают. Отлично. Вот. И смотрите, но абсолютное большинство людей настолько тратят свое время, что если бы они каждую минуту своего времени жили, то это бы приравнивалось к жизни бессмертной. Понимаете, о чем это делается? Люди хотят жить вечно, но при этом не знают, чем себя занять в воскресенье, когда на улице идет дождь. Вот задумайтесь, это очень важные вещи. Работа. После работы все... Большинство опять попадает в общественный транспорт, да? Ведь и все такие удовлетворенные работы, да? Веселые, позитивные, едут домой. По дороге нужно взять каких-то полуфабрикантов, накормить себя, накормить семью и забыться перед самым главным предметом в доме. Какой самый главный предмет в доме? Либо компьютер, либо телевизор. Как у вас дома нет телевизора, а к чему тогда повернута вся ваша мебель? А что будет на следующий день? То же самое. А на следующий день? А на следующий день? А выходной? А вот тут выходной. И мы не думаем, что выходной это и есть свободная река. А что эти люди, как правило, делают в выходной? Догоняют все то, что не успели сделать за неделю. Отоспаться, поклубки, уборка в доме, какие-то встречи. То есть догоняем все то, что не успели сделать за неделю. Если разобраться, то свободного времени здесь такое уничтожное количество. Сколько жизней в вашей жизни? То есть здоровья нет, здоровье уходит, свободного времени практически нет. А что с гениальным? Ну, наверное, деньги все компенсируют. Вот здесь люди нормально все вместе, не аминь. Вот тоже очень интересный момент. А что считать хорошей зарплатой? Это сколько? Да, и хорошая зарплата у вас в городе, и хорошая зарплата в Нью-Йорке, либо хорошая зарплата в Москве, либо хорошая зарплата в Мелитополе. Это сколько? Это разные же цифры, на самом деле? Разные. А что считается хорошей зарплатой? Вот если вы поймете, вот здесь есть очень простые правила игры. Если вы их поймете, то вы к жизни будете чуть-чуть подробно относитесь. Просто большинство правил не знает, а незнание правил все равно суть игры не меняет. Вот что такое хорошая зарплата? Хорошая зарплата – это те деньги, на которые вы можете себе позволить что-то одевать, что-то кушать, где-то жить, оплачивать жилье, да? И должно еще подать доехать на работу и сработать. Вот это считается хорошей зарплатой. Если есть, что одеть, есть, что поесть, есть, где жить, это считается хорошей зарплатой. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. А вы голыми на работу можете ходить? А я не спросил работать, я показал ходить. Но попробуйте, на самом деле недалеко и недолго. А если вам нечего есть, вы сможете полноценно трудиться? На самом деле тоже недолго. А если вам негде жить, вы тоже не сможете полноценно работать. А если денег хватает только на это? Вот что такое зарплата? Зарплата – это необходимый минимум для того, чтобы продолжали ходить на работу. Это условие игры, тут нет ничего смертельного. Это действительно так. Ну вот представьте, ароматный механизм, да? В нем крутятся шестереночки. Каждая шестереночка выполняет свою функцию. И вот на шестереночку, чтобы она крутилась, нужно, к примеру, две капельки масла в день. Для того, чтобы она продолжала крутиться и выполняла свою функцию. Ветро масла на нее никто выливать не будет. Понимаете, в чем вы думаете? А что вдруг, если шестереночковый механизм захочет стать независимой, свободной, успешной, захочет делать то, что она захочет? Механизм перестанет работать. Поэтому есть условия игры для работы механизма. Но с другой стороны, за вас никто не решает. Только вы решаете. Каждый из вас решает, кем быть, что делать. Принимать условия игры или делать что-то свое. Это решает каждый из вас. За вас никто не решает. Решаете вы сами. Здесь есть еще пенсия. Тоже они сегодня из зала говорят. А что такое пенсия? Пенсия, это когда шестереночка взяли, шестереночку заменили и положили на свалку. Вот смазывать ее уже не надо. Да? Ну а она же уже не работает. Ну так. Забыл из-за свалки, может, и на свалку, а на полочку где-то положили. Вот просто задумайтесь. Абсолютно простые вещи. 20% людей, самонаемные рабочие, те, которые работают сами на себя. А вот есть ли люди в зале, которые работают сами на себя? Есть, отлично. То есть, это когда человек отсюда ушел, либо сюда никогда не попадал. Либо ребенок посмотрел, как папа, мама всю жизнь работали на кого-то и решил, я так не хочу, я буду сам. Но примеры самонаемных рабочих очень простые. Тот же бухгалтер, который дал объявление, что буду вести чьи-то дела. Тот же парикмахер, который ушел из салона и на домок начал обслуживать клиентов. Тот же строитель, который ушел из стройбригад и дал объявление, что он сам что-то кому-то сделает. Тот же 20% людей так работает. Как у них со здоровьем? Вот по-разному на самом деле, да? Ключевое слово у нас по-разному. Но что происходит? С дороги здесь самый главный ресурс. Как со свободным временем у этих людей? Его фактически нет. Здесь вот волка, ноги кормят, сам за себя отвечаешь. Причем у этих людей должна быть защищенность, а зачастую меньше, чем у них. Почему? Они не могут себе позволить ни на больничный уйти. Почему? Если они на больничный ушки заболели, да, они денег не заработают. Они не могут позволить себе уйти даже по уходу за ребенком. Но основная масса, да? То есть половина защищенности, да, и сладочный уйти. Свободного времени нет, времени на здоровье тоже нет. Но здесь здоровье уходит в самый главный ресурс. Вопрос, насколько тебе хватит в этой волке? С деньгами, да? Ну, может быть получше. Визуально получше. Почему эти люди поспели, а они кредиты берут? Да? Но мало кто еще задумается о том, что они сами оплачивают свой бизнес. Сами оплачивают все риски. Сами оплачивают инструменты, аренды, материалы. Поэтому тут тоже. Просто надо просто разобрать, чего это вас ведет. И вопрос, насколько вас хватит. 4% людей. Это бизнесмены. Вот кто такие бизнесмены? Если совсем просто попытаться объяснить, опять же с этой точки зрения, как у бизнесменов со здоровьем? По-разному. А как у них со свободным времени? По-разному. А как у них с деньгами? По-разному. Тоже по-разному. Но вот здесь определение. А кто такой бизнесмен? Вот если самое простое определение бизнесменов взять, их действительно не просто так 4%. Потому что многие путают с этими людьми. Вот бизнесмен – это человек, со здоровьем у него может быть как можно, в зависимости от того, как он к этому пришел. Но он имеет оплаченное свободное время. Вот кто такой бизнесмен? Бизнесмен – это человек, который смог организовать труд других людей и существенно не участвуя в своем времени, получает доход. То есть понятно, что будет лучше. Вот эти 4%. 1% есть еще у людей – это инвесторы. Но настолько ничтожный процент, можно ли он в принципе, ну совсем чуть-чуть сказать, потому что это те люди, которые не работают за деньги. Самый простой пример – это рантье. У человека лежит сумма денег в банке, и он, не трогая основной суммы, может жить на процентах. То есть понятно еще, Нидорыч, да? Либо у человека недвижимость не много, он недвижимость сдает, она куда не девается, остается за него, а он живет на то, что ему эта недвижимость приносит. Но это 1%. Здоровье, свободное время, понятно, есть, чтобы заняться и здоровьем, и деньги есть, которые оплачиваются в свободное время. Вот здесь пришло время, наверное, подойти к второй чашечке весов, а здесь другая цепь, здесь 3-5 лет. Что такое 3-5 лет? Если вы реально проанализируете биографию успешных людей, проанализируете биографию успешных людей, то окажется, что вот это то время, которое ушло у них не на то, чтобы стать миллионерами, мультимиллионерами, а на то, чтобы выйти на уровень начальной финансовой свободы. Вот одно из понятий, которое вводится. Что такое начальная финансовая свобода? Начальная финансовая свобода – Это те деньги, на которые вы можете жить, не задумываясь, что кушать, что одевать и где жить. Ну и как будет обеспечена ваша семья. То есть вспомнили, да, это вот про зарплату вот здесь. Вот когда у вас этот вопрос закрыт, это начальная финансовая свобода. И когда я вышел на это понятие, я понял, что вот это моя цель. Что я хочу, начальник финансовой свободы, я хочу зарабатывать столько денег, чтобы о них не думать, не думать о том, чем я буду обеспечивать свою семью, что я буду одевать, на чем я буду ездить и где я буду жить. Вот услышите, это начальная финансовая свобода. Вот здесь же, в этих двух моментах, она же недостижимая. Почему? Потому что здесь нет условий, здесь нет условий для получения начальной финансовой свобода. Если вы правительализируете, абсолютное большинство успешных людей, у них ушло 3-5 лет для того, чтобы выйти на нормальный уровень. Задумайтесь, что бы вы готовы были сделать, если бы через 3-5 лет вам предложили выйти на каникулы. Но на каникулы какие? Вы помните, как каникулы в детстве? Здоровье есть, свободное время много, они родители еще обеспечивают. Так вот, то же самое, здоровье есть, есть оплаченное свободное время. Что бы вы готовы были ради этого сделать? Большинство людей скажут, я готов ради этого, сделать все в рамках разумного. Скажу вам честно, многие даже могут в рамках неразумного сделать что-то. Но реально, сделают очень небольшой процент, всего лишь 5%. И здесь очень интересный момент. Вот здесь находится 95% людей, здесь 5% людей. Вот такое разделение. Если сказать грубо, но правду, кто такие вот эти 95% людей? 95% людей это обслуживающий персонал для 5% людей. И если вы посмотрите, ну, что происходит? Вот здесь 95% людей, да, здесь 5% людей. И они в принципе живут по-разному. Если разобраться, а в чем их разница? Один из, мы посмотрим, какие-то самые главные вопросы. В чем разница между успешными, да, и... В чем разница между богатыми и бедными? Вот скажите, а что? Мышление, еще какие-то вещи. Ну, мы уже так достаточно образованы, я понимаю. Если спросить вот основную массу, какая разница между богатыми и бедными? Что ответят в первую очередь? Деньги, совершенно верно. У богатых есть деньги, у бедных денег нет. И вот здесь первый момент различия, который наиболее часто применяется. Но если взять вообще деньги, вообще деньги. Вот здесь, смотрите, распределение денег. Здесь находится 95% людей, здесь находится 5% денег. Вы просто вдумайтесь. 95% людей много-много лет мучаются. Сражаются, куда-то идут, что-то делают. Для того, чтобы на всех определить 5% денег. Многие думают, что им все равно повезет, и они что-то получат больше, чем все равно остальные. А что? Но, поделите просто, да? Вероятность. 5% денег для 95% людей. Вероятность того, что у вас что-то получится. Да, здесь по-другому. Вот этим людям, для того, чтобы жить так, как они хотят, им нужно 95% денег. И 95% того, слушающего персонала. Но это выбирает каждый сам лично для себя. Ни одного человека не берут, и вы вот сюда вот перебинули. Почему? Потому что если взять вообще с точки зрения денег разницу, то окажется, что деньги, ну, играют очень небольшую роль. Смотрите, если взять все деньги, у всех отобрать, что уже в истории неоднократно делалось, у всех деньги отобрали, и между... Ну, правда, не всегда потом между всеми пором выделили, но хоть говорили, что между всеми выделили. Но если взять все деньги в мире, у всех забрать, и пором вы разделить между всеми, что произойдет? Через 3-5 лет будет то же самое. Через 3-5 лет. Поэтому не деньги. Если, опять же, вы проанализируете биографию успешных людей, абсолютное большинство людей начинало тогда, когда у них не было денег. Абсолютное большинство успешных людей добивались успеха не просто с нуля, а с минуса. Неоднократно деляли деньги. То есть не деньги, а отношения к ним дам. И вот здесь отношения к ним дам. Большинство людей до сих пор считают, что деньги – это зло. Поэтому они заходят в магазин, зло не хватает. Слышали, наверное, такое выражение «деньги портят человека». А скажите, а есть в вашем окружении люди, которых испортили люди? А как вы вот проверили? Он был нормальный человек, где не поел, а лист испортился. Подходите, нюхайте – испортился. Вот, смотрите. Маркер, это хорошо или плохо? Да, вот я рисую хорошо. Тем, кому не видно, не очень хорошо. Если я маркер кинул в зал. Ну, да, кому-то будет не очень хорошо. Кому-то будет хорошо, потому что в него не попал. Кому-то будет хорошо, потому что весело. Да? Вот смотрите, деньги – это, в принципе, никак, в зависимости от того, что вы с ними делаете. Вот здесь деление там хорошее – богатые, плохие, либо бедные, там, глупые. Это, в принципе, нет хорошего и плохого. Дворник дядя Вася может быть порядочным, образованным человеком, отличным сниянином. Может быть? Да. Может быть. А может быть алкоголиком, да, и нехорошим человеком. Может быть. Богатый человек может быть меценатом, пропаганником одного количества людей. А может закупать оружие, устраивать политевольные. Может быть. Это не вопрос денег. Это не вопрос денег. Просто задумайтесь, какое бы количество добрых денег вы сделали, если бы у вас не стояло вопрос с деньгами. Как вы жили вы? Чем бы вы занимались? Позвольте отпустить свою фантазию. Как бы вы жили, если бы у вас решился вопрос вот с начальной финансовой свободой? Что бы вы делали? Без денег можно тоже хорошие вещи делать. Без денег можно тоже хорошие вещи делать. Я согласен. Вы знаете, у меня жизнь мучила как бы чуть по-другому. Однажды в очень серьезную аварию попал мой друг. И все пришли ему помочь. Просто основное большинство пришло помочь добрым словом. Потому что больше ничего. А у него реально были тренинг операции. Понимаете, вот такие моменты, очень многие вещи ставятся на свои места. И вы знаете, есть... Когда-то меня обучали ребята, и однажды... А у меня такое... Ну, многие, может, не знают, кто-то напомнит, были такие пионеры, да, юные ленинцы. Там, пионер всем пример, там, честь, достоинство, там, все эти моменты. И у меня было в прошлое, я когда-то тоже был в детстве пионером, помогал старушкам переходить через дорогу, собирал макулатуру. То есть многие помнят, мы даже не понимаем, на чем они прячутся, это нормально. И однажды мне задали очень простой вопрос. Меня спросили, Саша, как ты считаешь, может ли быть человек порядочный без денег? Я очень сильно возмутился. Я сказал, ну что, с ума сошки совсем, что вы ровняете? Где деньги, а где порядочность? Высокое чувство, да? Но на самом деле, по-разному всего, оказалось, что да, человек действительно может быть порядочный без денег. В двух случаях. Первый случай, мертвый. Второй случай, он живет вне социума. Ощельник был в пустыне, деньги не нужны, он Богу молится, корешками питается, все в него хорошо. Как только у отшельника появилась семья, о какой любви в семье можно говорить, о какой любви вообще можно говорить, если ты не можешь своего любимого человека, а дети будут накормить? Как ты любишь своих детей, если ты не можешь им дать достойную жизнь? Какой любви может идти речь? Это очень серьезные вещи, у меня так мозги скрипели. И еще одна фраза, которая тогда тоже, мне задали очень простой вопрос. А вот если у тебя нет денег на еду, сможешь ли ты быть порядочным, добрым? Знаете, каждый бы из нас узнал бы о себе очень много нового и интересного, если бы вы поголодали дня четыре. Очень много интересного и неожиданного даже. А представьте, когда страдают близкие люди. Когда реально страдают близкие люди. Сами-то мы, сами для себя, вот если бы у нас там не было там что-то за спиной грузов, близкие люди, мы бы сами могли там быть чем угодно, как угодно, терпеть. А когда страдают самые близкие, когда страдают дети. Когда вы четко понимаете, что вы не можете своему ребенку элементарные вещи позволить. То, чего вы окружающим могут позволить. А это вопрос денег. Я понимаю, что у каждого из вас свое отношение к этому. И то, что происходит, я просто делюсь, задумайтесь на самом деле, сколько бы реально добрых дел вы могли делать, и как бы вы жили, если бы решили вопрос денег. Для себя и для своей семьи. Сколько бы добрых дел реально вы делали, что бы вы вообще делали. Ведь абсолютная большинство бы точно не занималось бы тем, чем вы сейчас занимаетесь. Просто задумайтесь. И для меня стоял вопрос, я это понимал, я это нашел в себе. Для меня стоял вопрос, а что все-таки делать для того, чтобы жизнь начала меняться. Если не деньги главное, сто процентов не деньги главное, тогда что? Второе, что скажут вот здесь, это знание. Вот эти вот, богатые, успешные, они что-то знают. Причем эти знания скрывают от всех остальных. Если бы вот эти узнали то, что знают богатыми, они тоже стали сразу богатыми, да? Вот на самом деле, на сегодняшний момент абсолютно все знания доступны. Если раньше это были книги, то есть сейчас зайти в магазин и там масса книг, как стать миллионером, как стать миллиардером, миллионер за секунду, секреты инвестирования, как быть самым богатым на свете. И так далее, книг колоссальное количество. Да, 95% людей стали миллионерами, потому что они эти книги написали. Но с другой стороны, зайдите в интернет, абсолютно все знания сегодня доступны. Абсолютно все знания доступны. Больше успешных людей не стало. И в принципе, и вот здесь, и вот здесь культ знаний. Вдумайтесь, человек учится 10-12 лет в школе, потом 5-6 лет в институтах, потом еще на второе высшее образование. То есть 15-20 лет обучения. И смотришь на человека, и вопрос один, как правило, возникает. Если ты такой умный, почему ты вот такой, почему ты так живешь? И вот здесь, и вот здесь культ знаний 100%. Только вот здесь культ знаний абсолютно всех, то, что дают нам. А вот здесь знания, которые отвечают на один простой вопрос. То, что вы знаете, приведет ли вас к тому, чего вы хотите. То, что вы хотите узнать, то, чему вы хотите научиться, приведет ли это вас к тому, чего вы хотите. Понимаете? Маленькая, но разница очень большая. И смотрите, какой интересный момент. Ну вот самый простой пример на понимание. Скажите, нужно ли быть автосвесарем, автомехаником, либо автоэлектиком, можно автогонщиком нужно быть, для того, чтобы иметь свой салон по продаже автомобилей. Хорошо было бы, что-то понимать, но не обязательно. Вы даже можете не уметь водить машину. Нужно ли быть стилистом, байкмахером, для того, чтобы иметь свой салон красоты? Хорошо было бы, но не обязательно. Нужно ли быть суперстоматологом, для того, чтобы иметь свою стоматологическую плену? Хорошо было бы, но не обязательно. Понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, к чему вас это ведет. Колоссально, у нас колоссальное количество людей. Учились на 15-20 лет и готовы за копейки отдавать все это знание. Вы знаете, что очень многие люди даже не отработают те деньги, которые они потратили на обучение. Зависует трудовой стаж. Еще колоссальное количество людей, вложив время, вложив деньги, никогда по своей специальности работать не будут. И я не хочу сказать, хорошо, это неплохо. Я хочу, чтобы вы просто-напросто понимали, что те действия, которые большинство дела, действительно меня не ведут, и в жизни так, как они хотят. И вот здесь, опять же, путь знаний. Но если вы задумаетесь, а в каких учебных заведениях учат, как быть богатыми, успешными, здоровыми, счастливыми, в каких учебных заведениях это учат? Вот и смотрите, почему. Потому что здесь очень простое. Здесь знание обслуживающего персонала. Знание обслуживающего персонала. Вот здесь знания другие. Знания управления, знания владения. Знания, во-первых, вот эти знания профессиональные стоят очень дорого. Если вы захотите пройти семинар реальный познание управления вот этих людей, это не одна тысяча евро за их день, на самом деле серьезные знания стоят. Посмотрите, вот это вот. Есть предложение. Три-четыре-пять тысяч евро за два-три дня обучения. Большинство даже позволит себе вот здесь, не могут заработать такие деньги, чем что-то изменится. Но это не вопрос денег. Это не вопрос знаний. Это вопрос того, что вы реально делаете для того, чтобы ваша жизнь менялась. Ни деньги, ни знания, что может тогда между ними, какая разница. Можно привести еще много-много примеров. Но если вы начнете разбираться, то в принципе они ни к чему не ведут. Разница базовая, если для меня, то она очень простая. Вот эти люди делают то, что их чему-то ведет, а эти не делают. То, что бы их привело к тому, что они хотят. Одна из базовых разниц. О чем я еще хотел буквально пару моментов сказать. Это о том, что ведет и что помогает на пути в жизни. Есть такое понятие, как окружение. Наверное, многие из вас слышали будрейшую пословицу. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот это истина в последней инстанции. Вы такие, как те люди, с которыми вы больше всего времени общаетесь. Хотя абсолютная большинство думает наоборот. Они думают, что мы создаем свое окружение. Нет. Вы с теми людьми, с которыми вы больше всего общаетесь, на самом деле вы такие и есть. Вот очень простой пример. Обзять человека, поместить его в храм. Через 3-5 лет мы получим человека со своими целями, ценностями, принципами. Со своим окружением. Мы попробуем объяснить, что он как-то неправильно живет. Поместить человека в тюрьму. Через 3-5 лет мы получим человека со своими целями, ценностями. Соответственно, он будет строить окружение. Попробуйте объяснить, что он как-то не так живет. Поместить человека на завод. Через 3-5 лет. О, рабочий человек на заводе, друзья, кто? С кем он чаще всего общается? С кем он больше всего советов спрашивает? Это знаете, вот это вот как бы среднестатистическое застолье. Встретились люди, и я что-то тут разговариваю. У кого хуже? Вот у кого хуже, тот абсолютный чемпион вечера. Все расходятся по домам счастливые, потому что у них лучше. Но тот, у кого хуже всех, тоже уходит счастливый. Ведь у него же такие же друзья. Плюс, окружение борется за своего человека. Если не верите, то, смотрите, можно привести такой пример. Вот если человек, ну, курит, да? И решил бросить курить, говорит своему окружению. Ребята, вот я решил бросить курить. Что окружение будет делать? Ну, если она не совсем наброшь скурена, да? Они будут что ему говорить? Ну, классно. А давай поспорим на фокусный момент, что ты неделю не выезжаешь, да? И будут спрашивать у человека, ну как, ну что, как ты держишься, да? Будут поморать. А вот теперь представьте такую ситуацию. Вы приходите к своему окружению. И говорите. Вот вчера был или была на такой встрече вечером. Выступал не совсем понятно кто, откуда-то приехал. Вот. Но такие вещи рассказывал, что я уже что-то услышал. Короче, через год я принял решение, я буду зарабатывать 20 тысяч долларов в месяц. Что окружение скажет? Вена не надо. На самом деле, произойдет очень простая вещь. Люди начнут за вас бороться. За вас переживать. Потому что, по моему мнению, вы попали куда-то, куда не следует попасть. О, тем более, ужас. Надо вас срочно спасать. И слава Богу, абсолютное большинство людей из этого зала спасут. Спасут. Именно так это и происходит. Это очень серьезные моменты. Поскольку, вы знаете, вот в жизни примеров очень много, когда человек идет, у нас как времена изменились, страны делятся на планете, все меняется. Вот у нас когда-то была страна Совета. Помните вот по истории? Вот на самом деле страны Совета уже давно нет, а на самом деле она осталась. Вот если вы возьмете и попробуете спросить у тех людей, которые вас окружают, как вам жить дальше. Вот задайте вопрос. Очень простой вопрос, как вам жить дальше. Лично вам. Вы знаете, что? Вам расскажут. Расскажут, как вам жить дальше. С подробностями, с выводами, с моментами. То есть есть очень простой, маленький момент. Те, кто дает советы, как правило, свою жизнь построить не могут. Но имеют. Да? Как наглость. Рассказывают вам, как нужно жить. А у нас сплошь и рядом это происходит. Я не знаю, как у вас, но у нас в стране абсолютная большинство диетологов толстые. Врачи, как правило, очень часто умирают от тех болезней, которые лечат. Эти, как психологией семейной жизни, занимаются те люди, у которых вообще семьи нет. Да, сталкивались с этим? И это на нынешнем уровне происходит. Если вы, вот я когда... Вот, наверное, каждый из вас в детстве, когда вам родители ругали, вот вы спрашивали, почему. А вам отвечали, вот подрастешь, появятся у тебя дети, и все, поймешь. Было такое? Вот у меня тоже такое было. И однажды я подрос, однажды у меня появилась первая дочь, а инструкцию никто не дал. И начинаешь искать. И в тот момент был такой... Он и сейчас есть, автор Бенджамин Спок. Да? Мировой бестселлер. Как общаться со своим ребенком, да? Как правильно воспитывать детей. Мировой бестселлер по всему миру. Там колоссальное количество экземпляров. Ну, многие из вас считали. Если вы посмотрите историю, почитаете, ну, реальную историю бежали, насколько он со своими детьми не условно найти общий язык. Но учить весь мир... Это, знаете, как мне нравится... Вот, ну, часто очень на свадьбах это можно увидеть. Ну, невеста, как правило, невинная, да? Такая неопытная. Ну, как правило. И находится на свадьбе женщина, которая к ней подходит и говорит, слушай меня сюда. Я знаю, как с этими... Нужно себя вести. Я не говорю, как с вами. Вот я тебе расскажу, как с ними нужно себя вести. Я уже пять раз была замужем. Я все знаю. Чему она может научить? Вот именно как. Если вы начнете анализировать, вы понимаете, мне очень часто напоминает, вот, на Украине, мы когда-то в школе учили такое произведение украинского писателя «Сто тысяч». Когда человек покупал фальшивые деньги, ему предложили там купить партию фальшивых денег, он фальшивом обещал, он задает очень простой вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему вы в Сибире фальшивых денег не наделаете, не будете жить, как они? Они говорят, ну, должен же кто-то людям помогать. Вот у нас с этим объясняется абсолютно все. Должен же кто-то людям помогать. Поэтому мы вот все для людей. У своих нет? Ну, скажите, если человек реально имел бы знание, как быть успешным, богатым, здоровым, где бы он в первую очередь их применил? Совершенно верно. Если вы будете это держать в голове, вы избавитесь от очень большого количества лжепророков. Воспринимайте все, что вам говорят с максимальной критичностью, с максимальной критичностью. Только тогда вы сможете увидеть истину. Советуйтесь только с теми людьми, которые действительно в этом что-то понимают. Не просто понимают, они живут в этом. Ну, с человеком, разговариваешь о бизнесе, он говорит, хорошо, класс, я понял, бизнес мне посоветоваться надо. Я говорю, с кем? С женой. Я говорю, хорошо, а чем у тебя жена занимается? Это у хозяйка. Я говорю, классно. Или другой, говорят, мне нужно посоветоваться с кем? С дядей. Я говорю, хорошо, а дядя? Дядя на заводе работает, но очень порядочный человек. Я говорю, хорошо, у тебя судится поделка, дядя пойдешь лечиться? Говорит, нет, у стоматолога. Я говорю, а почему нет, дядя? Ты очень порядочный человек. Вот мы зачастую идем советоваться с теми людьми, которые в этом вообще и близко ничего не понимают. А у вас все равно советуют, а у них вам советуют. И вы начинаете выполнять советы тех людей, которые вам ничего не понимают. Чему это вас ведет? Вот в этом и весь момент. Вы знаете, это вопрос для меня, это вопрос наставника. Причем это истина тоже в последней ситуации. Вот мы сейчас вместе ее попытаемся увести. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Без кого одаренные спортсмены добьются успеха в спорте? Вот это вы все знаете. Но мало кто задумывается дальше, что вот здесь, вот здесь и вот здесь, чтобы добиться успеха, даже если вы в этом вопросе одаренные. Вам нужен тренер. Вам нужен наставник по здоровью. Вам нужен наставник по свободному времени. Вам нужен наставник по деньгам. Кто такой наставник? Наставник это тот человек, который добился и продолжает динамично расти. Потому что сложно чему-то научиться у профессора, который профессором стал 30 лет назад и за эти 30 лет больше ничего не делал. Согласны? Динамично расти, динамично развиваться. Это вопрос, опять же, окружения. Вот эти люди сидят, окружая людьми по принципу комфорта. Вот кто такие друзья? Ну те, которые нам зла не делают. Наставник, друзья, которые давно зла нам не делают. А вот здесь принцип чуть-чуть другой. По принципу общих целей и ценностей. Что мы вместе можем сделать? Как мы вместе можем развиваться? И развитие это очень серьезная вещь на самом деле. Почему? Потому что цель природы какая? Природы, Вселенной, Бога, Космос. Назвать как угодно. Что происходит постоянно? Эволюция совершенно верно. Развитие. И это цель природы. Если мы выполняем цели природы, мы живем. Если не выполняем, то зачем мы природе нужны? А что у нас происходит? У нас происходит очень интересный момент. Смотрите. Рождается ребенок. Ребенок может абсолютно в стол. Уже всему миру, всем, как только можно, он доказал, что он победитель. Потому что из многих-многих... Кто помнит сколько это? 300 миллионов. Вот 300 миллионов, ты знаешь, сам считал? Нет, 300 миллионов. Вот такая же практика. 300 миллионов. И он победитель, он уже победил. Понимаете? Ребенок родился, он уже победил. И знакомого количества, просто нереального. Это просто... Он уже чемпион, он может абсолютно все. Но потом он начинает обучать в том первую очередь. Сначала родители. А что происходит? Они загоняют его в рамки. Это можно, это нельзя. Вот так надо, так не надо. Что происходит дальше? Дальше учебные заведения. Школа, садик. Человека загоняют на уровне боли. Либо ты вот делаешь так, как тебе рекомендуют, либо ты плохой. Вспомните, кто были самые, и на сегодняшний момент, самые свободные, самые сильные, самые независимые люди в школе? Двоечники. Хулиганы. Ну да, и потом вредные привычки, они там свои потом появляются, но это именно было, но есть система. Что дальше? Дальше учебные заведения узкой специализации. Услышьте, это вообще просто, если вы начнете читать слова и думать, анализировать, у вас, вам в цирк не нужно будет ходить. Узкая специализация. У вас специально делают узкими. Узкая специализация. Учат делать определенную функцию. А потом наступает тот радостный момент, когда вы приходите работать. И что вам говорят? Забудьте все, чему вы разучили, совершенно верно, и вы учитесь вот этому, той функции, которую, да, группа говоря, утром пришел, включил, вечером выключил. И так 30-40 лет. А что происходит? А человек перестает развиваться, он начинает выполнять функцию, которую он умеет, он перестает развиваться. Все. Зачем он природе нужен? Если вы не верите, возьмите учебники у своих детей, либо у знакомых детей, там, за седьмой, за восьмой класс, и попробуйте порешать задачки. Это к развитию туда, к эволюции, ко всем этим моментам. Да, хорошо пробивый телефон появится, там классная функция есть, еще конкурлятор всегда святый. Это очень серьезные моменты. Если вы начнете о них задумываться, ваша жизнь только о центре начнет меняться. И вот здесь то, что, как бы, очень часто происходит, люди начинают задумываться, начинают искать. И вы знаете, здесь очень много моментов, очень много моментов. Есть самый главный момент. Вот то, что вы делаете, действительно ли вас придет к тому, что вы хотите. И когда-то я начал искать инструменты. Я начал искать инструменты. Я исследовал его здесь, исследовал его здесь, даже исследовал здесь и здесь. Кстати, в бизнесе тоже очень достаточно все просто. Весь бизнес на сегодняшний день практически погиб. И даже не серьезные деньги, не серьезные деньги, вы вряд ли станете бизнесменом успешно. Вот чем у колоссально, в принципе, без деньгами болит голова. Что вы с этими деньгами делаете, куда их вложите? А рынок на сегодняшний день, все рынки уже поделены. Если вы посмотрите, то в принципе практически ничего нет свободного. Последний рынок, который вот так вот, то есть о чем я говорю? Если вы проанализируете биографию успешных людей, все серьезные состояния, серьезные состояния, они делались на чем-то новом. Вот на чем-то новом. Да ну банальный пример тот же самый Билл Гейтс. Он не создал рынок прорагрирования, но он сдал на нем монополисты. А вот представьте, что у вас вот только-только Билл Гейтс еще в гараже начал что-то делать. Только-только занял 400 долларов у своего дяди, чтобы раскрутиться, и вас пригласил в партнеры. Как вы себя сейчас чувствовали? Вот задумайтесь, это вопрос новых рынков. А на сегодняшний момент тут новых рынков практически нет. Поэтому вы можете какие-то грохи вот в этих рамках что-то делать, но основное уже поделено. Вопрос, чем заняться? Для меня это колоссальный вопрос стоял. Чем заниматься? Где найти тот инструмент, который тебе позволит что-то сделать, для того, чтобы дальше ничего не делать? А вот тут уже серьезный вопрос анализа. И в 19 лет мне так повезло, я нашел ответ на свой вопрос. Но первый момент, который был достаточно серьезный, это то, что в 19 лет я уже был достаточно таким жестким молодым человеком, потому что много всего прошел, много всего перепробовал. И вот того света в конце диннеля его просто не было. Я четко понимал, что ничего не светило. И исходя из этого, там, позитива было не очень много. Знал, что у меня жесткая штука, что скорее получишь по голове, чем что-то хорошее. Ну вот как, и чем дальше, тем больше. И моя любимая мама однажды отвела меня на встречу. Встреча, ну, подобно этой, только она проходила на окраине Харькова, в такой спальном районе, в Хрущевке, когда туда меня завели, там вот даже обоих толков были какие-то оборванные, даже сидеть негде было, какие-то подушки на полу бросили, мы на эти подушки сели. Вышел молодой человек с сильным дефектом речи и начал что-то рисовать на риске бумаги, которую он наклеил на сервант, знаете, такие серванты со стеклом, да, за которыми обычно там стояли тарелочки, рюмочки, типа хрусталь. Это такая мебель, которая умирает в сторону. Вот, да, уже дверь открываешь на отвале, а все равно закрывается. Помните, да, было такое? И вот человек начинает рассказывать о будущем, а я смотрю, а мне неинтересно. Почему? Ну, я уже картинку поймал. Вот, но в конце неожиданно на том леснику мая появилась цепь, 10 тысяч долларов в месяц. Это было достаточно давно, вот, и это были серьезные, да и сейчас это серьезные деньги, на самом деле. Вопрос, подрать или заработать. Да, имея 10 тысяч долларов в месяц, вы можете жить в принципе, снимать очень отличное жилье, очень отличное жилье, ездить на очень отличные машины, остануться в будущем на путешествия, наеду, и все остальное там. Это вопрос каждый месяц, да, на протяжении какого времени. И вот этот вопрос меня очень интересовало тогда. И я начал спрашивать, а что? А так как я до этого не слушал, он так удивился, я говорю, ну, скажи еще на одну встречу. И меня отправили, на следующий день я пошел на другую встречу, там тоже, я посмотрел, человек умный. Знаете, как я говорю, в очках, умный. Вот. И он рассказал очень простые вещи, это те вещи, о которых мы будем завтра говорить. Он рассказал мне о сетевом маркетинге. Причем на тот момент, как бы, меня это не впечатлило. Но он показал пару моментов, я относился очень критично ко всему, я начал разбираться. Очень долгое время я разбирался, я искал очень простую вещь, я искал, где меня обманывают. Вот. Не с позиции, как это сделать, а как отмазаться от этого. Информация пришла, да, уже спокойно спать не можешь, потому что знаешь, что там у людей что-то происходит. Вот нужно найти причину, чтобы этим не заниматься. Вот. Я начал искать, и так как я искал, и действительно это то, что я человек, а вдруг это тот самый шанс. Я не нашел причин, и я, более того, я увидел там реальный шанс. И я решил, что я займусь этим как бизнесом. При этом мне очень сильно повезло. Мне очень сильно повезло. Почему? Те ребята, которые меня обучали, они мне сразу сказали, Саш, забудь слово нетрадиционный бизнес. Вот у нас часто говорят, там, традиционный бизнес и нетрадиционный бизнес. У нас тоже есть, да, по отношению сетевого маркетинга. Вот для меня нетрадиционный бизнес и нетрадиционная ориентация, это где-то было вот в этом ходном. Мне сказали очень просто, Саша, сетевой маркетинг такой же бизнес, как и все остальные. Но со своей спецификой. Тебе нужно в этой специфике разобраться. Вдруг это действительно тот инструмент, который я приведет. Я начал разбираться. У меня ушло достаточно большое количество времени разбираться. Мы начали что-то делать. Первая моя компания. Мы там что-то пытались сделать. Но потом, когда мы научились разбираться, когда мы научились разбираться, реально оказалось, что вот именно та компания не подходит нам, нашей команде, как инструмент. Потому что я увидел, что не будет у меня через 5, через 7 лет того, что я хочу. Как инструмент. Это просчитывается. Потом опять же тот же самый вопрос. То, что ты делаешь, придет ли ты к тому, что ты хочешь. Я не увидел в той компании как инструмент, что меня это приведет. В результате мы ушли. Ушел я, ушли мои достатки из той компании. Причем я так начал очень сильно возмущаться. Но знаете, вот когда ты что-то сильно любишь и что-то веришь, или во что-то веришь, но это тебе не отвечает за ихность, или неоправдую твоей надежды, ты начинаешь рассказывать, почему. Вот, лиса виноград, Вася. Да, ну кто знает, да? Вот. Что лиса так хотела виноград, а он так высоко висел, что он там вообще зеленый. Ну вот где-то в этом направлении. Вот, на что мне мой наставник тогда сказал, Саша, вот смотри, ты хочешь доехать, например, вот до Москвы, и купил автомобиль. Денег у тебя не много, ты купил автомобиль на тот, на который у тебя хватило денег. Ты сел и поехал, и едут посредине дороги, и вот у тебя разваливаются. Ты выходишь из машины, пинаешь обломки, и говоришь, все, больше никогда не сяду в автомобиль, потому что все автомобили, это обман. Как он у нас любит еще, лохотровый говорит, да? Вот никогда не сяду, я говорю, но с автомобилем понятно, а в чем смысл? Он говорит, Саша, тебе нужно найти инструмент, который тебя приведет, ту машину, которая тебя привезет к тому, чего ты хочешь. Найти тот инструмент. У меня ушло три года. Три года поиска. Независимо от того, сколько человек живет, три года – это серьезное время. Я три года и стал. Я проанализировал все, что было на тот момент на нашем рынке, пытался анализировать то, что было на других рынках, в соседних странах. И я обманывал ту простую вещь. В любой компании можно заработать деньги. В любой компании можно заработать деньги. В любой компании придете, вы можете заработать деньги. Но у меня вопрос заработки денег чистого, он не стоял. У меня стоял другой вопрос. Как построить финансовое будущее? Как выйти на тот уровень, чтобы ты получал пассивный доход? Не работая, а получал пассивный доход. И я рисовал этот инструмент три года. В конце третьего года позвонил один из моих знакомых, который сказал, Саша, пойди послушай, по-моему, моя жена занялась чем-то серьезным. Я пошел послушал. У меня такая интересная встреча была. Я весел еще на 20 кг меньше. Такой ветром меня носило, отсутствие нормальной понимания бизнес-одержки. На меня как человек посмотрел, сказал, Ну я не думаю, что у тебя получится. Но вот мы тут этим, этим, этим занимаемся. Я начал разбираться, оказалось, совпадают моменты. Я еще полгода анализировал, действительно ли это тот инструмент, который мне нужен. Я решил этим заниматься. Через три месяца я вышел на чек 700 долларов, через три года я вышел на чек свыше 10 тысяч долларов. Потом я себе позволил уйти на каникулы на много лет. Но на моем доходе это никак не сказалось. Он рос из месяца в месяц. Ну и не сказал, что я совсем на каникулах был. Я работал звездой. Приезжал на какие-то международные семинары. Неожиданно казалось, что я еще был от самой молодой в компании, который там 25 лет добился финансовой независимости. И всего с другом. То есть и так, ну достаточно давно было. Да? И в итоге, что произошло? Я получил то, что и начал задумываться. Появилась уникальная возможность искать, что тебе действительно нравится, чем ты хочешь заниматься. Вот задайте себе вопрос реально. А если бы у вас вопрос с деньгами вот отпал, чем бы вы занимались? Вот я точно знаю, что в зале должны быть по, не просто по статистике, люди, которые бы рисовали картины. Но нет времени за этой жизнью просто кисть в руки взять. Люди, которые бы писали стихи. Люди, которые бы воспитывали будущие поколения, гении. Люди, которые помогали бы кому-то, но не делали бы это за деньгами. Люди, которые занимались бы творчеством, а творчества за деньгами не бывает. Вот реально. Просто задумайтесь. Мне не очень повезло, почему я не знал, чего я хочу. Вот когда я начинал, часто говорят, для того, чтобы и чего надо добиться, нужна цель. Ну, квартира, машина, цель, ну, по-моему, говорят, что материальный цель, то, что те вопросы, которые можно решить за деньги, те проблемы, которые можно решить за деньги, это не проблема, это расходы, да? И вот чем? И те люди, у которых есть цель, супер. Вопрос, можете вы реализовать? Я это сам недавно понял. Почему? Я познакомился с девушками, она занимается танцами. Причем, и сама танцует, еще и тренирует пары. Медалистов в двух странах, в Украине и в Польше. Мы с ней общаемся. Я говорю, а что вообще в жизни вот хочется по-настоящему? Вы знаете, вот тот момент, когда у человека действительно есть цель. Вы наверняка видели этих людей, глаза горят. Я говорю, она хотела бы открыть свою школу танцев. И человек, вот, ну, головерное действие это школа танцев. Как? Чего она будет учить? Как бы она это все организовала? А я вот, как, задаю, а я, мне же интересно, я вопросы задаю, а когда у тебя это будет? И тут я себя очень неловко почувствовал. Почему? Потому что глаза потухли. И она сказал, никогда. Потому что у нее нет времени, потому что нет денег, потому что уже начинаются проблемы со здоровьем, это не может так выступать и нет той энергии, как я была раньше. Я задал вопрос, как может стоит отодвинуть свою мечту, найти тот инструмент, который тебе даст возможность ее воплотить? И вот тогда я задумался, а это то, чему мне не хватало. Почему я вот шел к этому? Почему я искал инструменты? А все очень просто. Я искал возможность, я четко понимал, что даже если я не знаю, чем я хочу реально заниматься, если у меня появятся деньги, финансовая независимость, я смогу пуститься в самое увлекательное исследование своей жизни, в пользу самого себя. Каждый из вас может пуститься в самое увлекательное, в самый главный путь в вашей жизни, в поиск самих себя. В поиск самих себя. Откуда вы знаете, нравится вам погружаться в Росном море или не нравится, если вы тогда и вас не были? Нравится ли вам летать на воздушных шарах? Нравится ли вам в музее мира? Нравится ли вам путешествовать по разным странам, по городам, как многие из наших лидеров, как Марина Федоренко, коллекционировать водопады? Как можно понять, нравится ли вам или не нравится, если вы этого ни разу не делали? Вот что такое для меня то, чем мы занимаемся, для меня, для моего окружения, это инструмент, который нам позволяет жить так, как мы хотим. И у нас в окружении я смотрю и радуюсь. Люди, которые не считают серьезными бизнесменами, да, серьезные бизнесмены, может себе позволить полгода жить на Тибете, а полгода ездить по разным странам. Есть серьезные бизнесмены с разными целями. Зинаида Деревьева, она под Кимов построила храм. Не часовню, храм на деньги, заработанные в Караванглубе. Кто-то строит дома, какое колоссальное количество помощи в самые разные, причем эта помощь не афишируется. Какое количество совершенно других жизней меняется, просто потому, что люди осознали одну простую вещь. Нам нужен инструмент, который нам позволит жить чуть-чуть не так, как все остальные. Вот как найти здесь силы? Вот об этом мы будем говорить еще целых три дня. Завтра, послезавтра. Для меня это очень большой показатель, лично для меня. Почему? Потому что однажды у меня возник вопрос. А почему так мало? Почему так мало? Не просто успешных людей мало, почему так мало успешных людей еще в юном возрасте? Ведь я точно знаю, что молодежь у нас амбициозная, энергичная, я знаю, еще много, меньше стереотипа в голове, готовы что-то делать. Почему так мало людей в юном возрасте преуспевают? Почему средний возраст тех людей, которые зарабатывают серьезные деньги 45 лет? То есть абсолютно большинство молодежи пыльтеть, 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 пока хотя бы на нормальную машину заработать. А когда уже 40 лет нормальная машина, ну вроде уже не ездит. Вот сейчас же хочется, да? И я тогда осознал, что если у меня были бы те знания, которые я сейчас имею в 18 лет, в 17-е, то моя жизнь была бы совершенно по-другому сложилась. И тогда родилось поколение Next. Вот для меня поколение Next это университет успеха. Причем успеха конкретного. Это университет, в котором учатся быть здоровыми, богатыми, успешными, счастливыми. Это университет, у которого есть уже свои выпускники. Выпускниками я называю на них уже как преподаватели этого университета. У нас очень масса преподавателей. Я всегда мечтал, чтобы меня, нашу молодежь, обучали реальными миллионерами. Это происходит. Да? У вас здесь на сцене будут выступать люди не виртуальные, настоящие, которые знают и умеют и зарабатывают очень серьезные деньги. Они будут вас обучать завтра, послезавтра. Для меня очень большая победа, что это происходит здесь, в этом городе. Это первый в Next. Европе. Первый. Знаете, можно стать. А вот первым это нужно заслужить, заслужить вот где-то внутри какими-то своими делами. Это происходит. Вот реально каждый из вас сейчас происходит на историческом событии, который через три, через четыре, через пять, через шесть лет вы не представляете, какие залы будут собираться в университете успеха Next. Здесь, в Европе, в разных странах. То, что происходит сейчас в Украине, в России, колоссальное количество людей, выпускники Next. Вот представьте, у нас есть в Next клуб 4X. 4X это те ребята, которые до тридцати лет имеют четырехзначный доход условных единиц в месяц. До тридцати лет. И в каждом днем все больше и больше появляется. Четырехзначный доход. я думаю, что очень скоро появится уже минут 5 пульсов в Next. Есть инструмент, есть реальный инструмент, как это делать. И вот тут, опять же, ради чего? Я очень долго искал до, что я вам сейчас скажу, затем я сегодняшнее выступление свое завершу, мы еще будем встречаться завтра, послезавтра, после, послезавтра. Вот. Мне о ней, я еще расскажу, потом я еще 5 минут. 5, 7, а 10, я попытаюсь уложиться, 5. и знаете, это для меня очень важно. Почему? Потому что я искал то, ради чего. Это очень важные вещи, это то, что движет. Я очень много лет как бы вот до того, как дошло это сознание. Если бы я понимал это раньше, а поверьте, наши ребята в Next. они это не просто понимают, они же будут так. Вот то, о чем я сейчас буду говорить. Вы знаете, каждый из вас, каждый из вас необыкновенный великий человек. Вот каждый из вас, абсолютно каждый из вас, кто здесь находится в зале, необыкновенный великий человек. Сознаете вы, не создаете вы очень громадная, колоссальная величина. Я объясню, почему-то не пустые слова. Просто на секундочку задумайтесь. Представьте и поймите, вы вершина эволюции своего рода. Это на самом деле именно так. Вы вершина эволюции своего рода. У каждого из вас, у каждого из вас есть мама и папа. По-другому никто на этот цвет не появился. Два человека. У мамы и папы есть свои мамы и папы, ваши бабушки и девочки. Четыре человека. У них тоже. Восемь, шестнадцать, тридцать два, шестьдесят четыре. То есть представьте, какая колоссальнейшая пирамида ваших предков, вашего рода уходит туда вниз в веках. Колоссальнейшая пирамида. Представьте на секунду, если хотя бы одно звено из этой пирамиды не должно жить дальше, вас бы не было. Громаднейшее количество родов перестало существовать. И они никогда не появятся на этой планете. А вы находитесь здесь, на этой планете. Вы вершина эволюции своего рода. Вас заложат необыкновенный, колоссальнейший потенциал выживания. Потому что ваши предки пережили такие вещи, о которых мы не прожили бы несколько минут. Воины, голодоборы, эпидемии, еще колоссальное количество всего они сделали самое главное. Они пережили и дали жизнь дальше. Вы вершина эволюции своего рода. Любой из вас может абсолютно все. Абсолютно все, что вы можете себе представить, в голове абсолютно все, что вы можете. Иначе вы просто не появились на этой земле. Любой из вас может изменить жизнь всей планеты, если позволит тому, что вы реально решили эволюцию. И громадное счастье, наверное, самое большое счастье на свете, многим в этом зале повезло. Тем, как очень сильно повезло в этом зале, у тех есть дети. Вот поднимите руки, у кого есть дети. Дети – это необыкновенное счастье. Но это ты понимаешь, когда только у тебя есть дети. на чужих детях это не совсем понимается. Вот только на своих. Вот тем, кому не повезло сто процентов. Я желаю, чтобы вам повезло, как можно больше. Я знаю, о чем я говорю, у меня три дочери. Понимаете? Это колоссальное счастье. Это единственное, что после нас останется на этой планете. Единственное, что после нас останется на этой планете. Наши дети, наши роды. Что вы сделаете для этого? И вот здесь тот момент, что дети нас будут любить по умолчанию. Вот какими бы их жизнью ни были, дети нас все равно будут любить. Добьемся мы чего-то, не добьемся. Будут нас считать умными или будут нас считать не очень умными. Дети нас будут любить все равно. По умолчанию. А будут ли они нас уважать? Вот, вот ли они нас по-настоящему уважать? По-настоящему. Дети никогда в жизни не будут делать то, что мы wore it. Они будут делать то, что мы делаем. Действительно ли мы в жизни делаем то и такие, как хотели бы чтобы были наши дети? Действительно Это очень серьезные моменты, потому что происходит, когда начинается эта пропасть между родителями, пропасть рода, когда они помнят своих корней и все остальное. Она очень просто начинается. Она начинается тогда, когда мы начинаем мешать своим детям мечты. Вот какие это моменты? Ну, можете, самый простой момент, это в магазине игрушек. В магазине игрушек. Можете наблюдать, там вот самая лучшая школа, когда родители учат своих детей отказываться от мечты. Они им объясняют, почему они без того, чего они хотят, они могут обойтись. И причем доходчиво объясняют, ну, родители шумные объясняют, это не значит, что нужно все подряд весь магазин покупать. Но если ребенок этого по-настоящему хочет, а это видно, это чувствуется, да, то обязательно нужно это ребенку дать. Вот тогда он понимает, что все, что он в жизни хочет, все возможное. Да помните, как? Детей нужно баловать, именно тогда из них вырастает настоящие добиты. Разбойники. Разбойники. И вот здесь это очень важный момент. А что происходит в морозине? Папа или мама доходчиво ребенку объясняет, почему он может жить из своей мечты. И он соглашается. Почему? Потому что папа и мама это самые сильные, самые мощные, самые добрые люди на земле. Это те люди, с которыми всегда тепло рядом, защищенные, которые все знают. Но тут, кто нарядом, покупается мой ребенок это. И тут раз, и поймал уже не самые сильные. Не самые сильные. А когда вы выходите в зал, а в зале сидит 3-4 тысячи человек, которые вас уважают, не потому что вас кто-то туда выйдет, не потому что... А потому что вы когда-то не сдали себя перед успехом. Это ведет ваши люди. Вот кто дороге этого стоит по-настоящему? Вы знаете, он убиться за это все. По-настоящему что-то делает. Это те вещи, которые меняют, меняют очень серьезные жизни. Я очень, как бы, рад за аннекс, за молодое поколение почему? Потому что они еще очень необыкновенно счастливые люди. И в этом зале находится масса необыкновенно счастливых людей, тех, у кого еще живы родители. К сожалению, не всем нам в этой жизни повезло, да? Случается, что люди уходят. Близкие, дорогие люди. Это случается. Но есть те, у кого они еще живы. Особенно родители. Это самые ценные... Это люди, вот просто представьте, самое ценное у нас есть. Это то, что дали нам родители. То, за что мы отдадим все богатства этого мира. За несколько минут жизни. Но эту жизнь нам дали родители. А сможем ли мы им как-то отплатить? Действительно ли мы хотя бы стараемся отдать те долги, которые во всем мире считаются неоплатными долгами своим родителям? Смогли бы вы хоть как-то сделать жизнь своих родителей чем-то отплатить по-настоящему? Потому что, смотрите, так же как и дети нас, так и мы детей будем любить по омолчанию. Наши родители будут нас любить в любом случае. Даже если сейчас с нами нет, они нас любят, да? Если душа не умирает, то любят, находятся рядом, переживают, видят. Любят, кем бы мы стали. А будут ли они нами гордиться по-настоящему? Сможет ли когда-то ваши предки сказать очень простую фразу? Я не зря прожил жизнь только потому, что у меня такие дети или такие муки. Вот знаете, для меня, лично для меня это стоит абсолютно всего. Действительно я прожил так, что через 200, через 300, через 400 лет. Вы знаете, эта картинка, которая меня очень радует. Я уверен, что многие из вас тоже потом что-то найдут. Вот представьте, прошло 300-400 лет. Вас уже давно нет. Но где-то в красивейшем месте, на берегу, какого-нибудь шикарнейшего водоема. Может это озеро, может это река, может это море, может это океан. Там стоят красивейшие здания. Это может быть шикарный дом, это может быть шикарный замок. И в самом главном месте этого дома, в романном зале, в романном каминном зале, где очень красиво, где все вот так, как вы, наверное, даже не мечтали. И через этот зал идёт красивая женщина, идёт за руку красивого ребёнка. Ребёнок балуется, прыгает, что-то нам пытается сделать. И тут неожиданно его взгляд останавливается, он смотрит на стену, а на стене висит портрет. В самом центре этого залу. И он дёргает маму, говорит, мама, а вот кто вот это, почему он нас висит? Мама берёт на руки ребёнка, подходит к этому портрету, говорит, Ты знаешь, это тот человек, благодаря которому когда-то изменился социальный статус нашего рода. И мы смогли жить действительно так, как мы хотели. Я понимаю, что это может для кого-то быть далеко, кому-то это близко так, как и мне. Но если вы реально просто об этом начнёте думать, сто процентов, не только ваша жизнь, а жизнь вашей близки, жизнь вашего окружения должна стремительно меняться. Ведь если говорить о бедности и богатстве, на самом деле всё очень плохо, очень просто. Ведь многие считают бедностью то, что с ними никогда не случится. Если абсолютное большинство просит, что такое ваша бедность, они скажут, но это когда есть причина. С голодом умираешь. Но умереть с голоду в социуме достаточно сложно. Я думаю, любой из вас в течение дня найдёт работу за поесть. С голоду умереть это практически невозможно. Даже без работы можно прокормиться. Доказано многими людьми. Значит, бедность это не то, что все боятся. Вот что такое бедность? Это не было бедность. Бедность это не жить так, как вы хотите. Вот если вы не живёте и не делаете то, что вы хотите, вы бедные. Я очень рекомендую вас затумнаться над теми вещами, которые здесь прозвучали. Потому что всё это части громадного количества знаний. Вершки. Но базовые вещи, если вы начнёте в каких-то фразах, в каких-то формулах по чуть-чуть пытаться разбираться, там будут целые, какая-то, да, совершенно маленькая, а вся основная часть под водой. Там очень много знаний, колоссальное количество знаний. И вы знаете, что сегодня, завтра на этой сцене будут выступать в том числе люди, которые могут себе давно позволить жить в любом месте земного шара и не задумываться о том, чтобы что-то делать. Люди, которые встречаются в шикарных, в самых шикарных отелях нашего земного шара, в самых шикарных местах, делают это регулярно. Вот. У вас тоже отличный, шикарный зал. Где-то встречаются люди, ну, такие, совсем простые, в классах в школе. И туда приезжают такие люди. Почему? Вот. Для меня вопрос, почему вот они приехали сюда? Люди, которые могут себе позволить уже давно развиваться тем, чтобы нравиться. Они приехали сюда, в вам город. Причём, интересный момент происходит, они три дня будут здесь вот, делать, чтобы вам было интересно. Это, для меня это нонсен, знаете, когда, наверное, многие из вас устраивались на работу. Когда вы приходите на работу, сидит начальник, и вы пытаетесь ему рассказать, почему нужно вас взять на работу. Да? Было такое торопожное, да? А начальник Сибири, потрясающе интересно. А вот здесь, смотрите, что здесь будет происходить. Здесь на протяжении трёх дней будут даваться стопроцентные инструменты, которые привели людей к успеху. Не просто одного человека, а сотни тысяч людей действительно к реальному успеху. Здесь будут люди, за которыми идут сегодня миллионы людей. Реальные знания высшего бизнес-класса. И я хочу поздравить тех людей, которые будут на школе завтра, послезавтра. Потому что это реальная возможность получить вот какие-то базовые вещи для того, чтобы разбираться и идти дальше. Я очень благодарен организаторам этого события, в частности, на самом главном. Мария, спасибо тебе огромное за эту организацию, за то, что собрали, действительно собрали. Потрясающий бизнес-состав, бизнес-тренеров. Это даже не бизнес-тренеры, это тренеры по жизни. Наставники свечащих людей. Я вас поздравляю, очень благодарен, что вы позволили мне здесь на этой сцене стоять. Но вот то, что сейчас началось, это маленькие крупницы. То, что вас ждет еще сегодня, завтра, послезавтра. Как мы с этого начали, да, Мария сказала, что случайности в жизни не бывают. Кто-то, когда шел сюда, попал под сильный дождь. И он развернулся и пошел домой. И таких людей было очень много. Кто-то уже вышел после дождя, но проезжающий мимо автомобиля бил его из рук в лужи. Они тоже развернулись и пошли домой. Их тоже было очень много. Кто-то застрял в лифте. Кому-то неожиданно приехали друзья. Кому-то вдруг неожиданно разболелась голова. Кого-то сломал за ключ в замке. И они не попали сюда в этот зал. А случайности не бывает. Есть такое понятие, как ментальный донус. Если вы находитесь в этом зале, природа, космос, бог, называйте как вода, считает, что у вас внутри есть все для того, чтобы развить то, о чем мы сегодня здесь услышали. Иначе вы никогда бы в жизни здесь в этом зале не оказались. Вы сто процентов можете. Сто процентов можете решать. Сто процентов можете выбирать. Иначе вы в этом зале не оказались бы никогда. Вы просто бы не дошли. О случайности! Я очень благодарен вам за то, что вы настолько внимательная, потрясающая аудитория. Каждое слово. Это очень приятно, когда что-то отдаешь и понимаешь, что реально люди это понимают.